Пятый Европейский конгресс по антивозрастной медицине впервые проходил в Санкт-Петербурге в начале сентября. Это важное мероприятие проводится с целью привлечения фундаментальной науки к созданию новых антивозрастных препаратов, которые замедляют старение и, конечно, улучшают здоровье. Как и какими современными методами можно сохранить красоту на долгие годы, мы узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. У нас в студии сегодня кандидат медицинских наук, врач высшей категории, гинеколог-эндокринолог Александра Григорьевна Мухотина. Здравствуйте, Александра Григорьевна. Добрый день. У нас к вам огромное множество интересных вопросов. И первый, наверное, будет таким. Мы привыкли, что люди выходят на пенсию уже в достаточно пожилом возрасте, что это уже бабушки и дедушки, можно сказать. Но сегодня этот стереотип совершенно ломается. Мы видим женщин и мужчин, которые могут выглядеть на 10, даже на 15 лет моложе. Это действительно так? И в чём секрет? Это генетика или это уже наука? Я бы сказала, что это, наверное, всё вместе. И генетика, и наука, и тот образ жизни, который каждый вёл определённый период времени и пришёл к определённым периодам жизни в том или ином виде. Но это, конечно же, и нормальная абсолютно гармония, которая в организме в первую очередь говорит о том, что функционирование эндокринной системы у данного человека идёт согласно его возрасту, а может быть даже где-то вопреки возрасту. То, что мы сейчас видим, это только радует. Можно пошутить на эту тему, сказать, что нас государство к этому, скажем так, движет. Конечно, никто из нас уже, наверное, задумываясь, подойдя к своему периоду так называемому пенсионному, не думает, что он точно оставит свою любимую работу. Если она действительно любимая работа, если там есть тот коллектив, в который тебе хочется приходить, это, собственно говоря, тоже, что движет на сегодняшний день помолодевшими, как вы сказали, бабушками и дедушками. Но в этом, в том числе, и кроется вот то подстёгивание тех гормональных систем в своём собственном организме, когда человек радуется каждому периоду жизни его. Но не случайно собираются учёные в разных странах, и уже вот тот конгресс, о котором вы сказали, он был пятый по счёту, впервые проводившийся в России. И России тоже есть что показать и рассказать о своих научных достижениях в том числе. И, конечно же, предоставить так называемую антиэйджинговую, как сейчас можно говорить, антивозрастную, превентивную медицину и такую стратегию выработать. Потому что без этого, по большому счёту, даже не будет укрепления нашего государства. Есть такой постулат 120-80, вот таких подобных конгрессов, и очень многие докладчики европейские тоже ему придерживались. Но задали тон нашей Академии национального активного долголетия, они именно придумали эту формулу 120-80. Ну вот как вы думаете, что за этим скрывается? Я даже не знаю. Ну, 120 лет жизни, отпущенной любому человеку, это продолжительность жизни вообще индивидуальной. То есть это реально? Это реально, если ты понимаешь, что такое антивозрастная медицина, и начинаешь её не в 80, а чуть пораньше. С 30-35 к 40 годам, когда идут вот эти гормональные бури, только-только начинающиеся. А 80 – это профессиональное долголетие. То есть любой из нас в профессии может абсолютно, принося пользу, потому что ведь что такое профессионал? Это, в первую очередь, опыт. Это очень опытный человек на своём рабочем месте. Если это его любимая работа, то цены ему нет. Потому что дальше он множит такие же, он обучает, и он делится. Потому что только поделившись своим собственным опытом, ты приобретаешь дальше всё новое, новое и новое. И впитываешь, особенно тогда, когда с тобой этим делятся, очень на серьёзных таких форумах. Поэтому наша Академия активного долголетия провозгласила вот этот принцип 120 на 80. Ну, для всех это нормальное артериальное давление, по большому счёту. Но где-то в этом есть смысл очень глубокий. Поэтому мы все стремимся к тому, чтобы действительно хотя бы профессионально быть несколько дольше в профессии, нежели нас государство загнало вот в этот вот период возраста. И ведь, я думаю, вы также сталкивались с людьми, которые, подойдя к своему пенсионному возрасту, оформляют пенсионное своё пособие, и они начинают, они сникли. У них как-то вот, как выключилась лампочка какая-то. Жизнь становится пассивнее. Всё, пассивнее, и у них как-то вот ощущение совсем другое. На самом деле это всё зависит от того, в каком состоянии духа, в том числе, человек подошёл к этому возрасту. Есть масса принципов, которые, ну так, экстраполируют на таких подобных конгрессах и рассказывают не только о европейском опыте. У нас не может, нас не интересовать опыт наших соседей, это наших стран азиатских, в том числе и Япония, и Китай, и Корея. Ну, на первом месте для всего мира это, конечно, Япония, потому что именно японцы открыли эти принципы, которые заставили весь мир приехать на остров Окинава и в течение там почти 15 лет проводить исследования. Что же за постулаты антивозрастной медицины они скрывают? Много у них, конечно, и философии в том числе, но и много такого, что рационального, что мы можем перенять абсолютно точно. По крайней мере, почему 120 лет? И они это подтверждают продолжительностью жизни своей, потому что у них есть очень мощная мотивация, или, как говорят японцы, икигай так называемый, который их заставляет двигаться вот к тому, чтобы прожить дольше. Это может быть всё, что угодно. Это может быть семья, растворение там в детях, внуках, любимая работа, любимое хобби. То есть каждый должен найти свой икигай, как они говорят, гораздо быстрее, да, и понимать, что это то, что даёт тебе удовлетворение в жизни и движет, и в том числе даёт вот эту гармонию гормонов в твоей эндокринной системе. То есть я правильно понимаю, главное, чтобы в норме была душа и тело гармония, и, соответственно, ваши гормоны тогда тоже будут правильно оказывать влияние на организм. Но, соответственно, в определённом возрасте мы работаем и получаем стрессы, да и не только на работе и дома. И как восполнять? Вообще, когда появляются эти первые звоночки, которые говорят о том, что всё, нам пора идти к эндокринологу, нам пора проверять нашу систему и начинать свой опыт долголетия, да, вот с первых вот этих шажочков? Когда это нужно сделать? Вы знаете, сейчас исследования, которые к нам пришли, они потрясают, потому что генетическое исследование своего собственного ДНК, оно стало возможным. Оно делается однократно в жизни вообще, чтобы можно было понять не просто свой путь, там, долголетие, сколько же тебе запрограммировано. Такие программы тоже есть, потому что они рассчитывают вплоть до того, в каком возрасте каждый орган человеческого организма, да. Но есть основные направления генетического исследования, которые говорят нам о том, что происходит с вашим метаболизмом, то есть с обменом веществ, и что происходит следственно, вот с твоей эндокринной системой. Что нужно поменять? Только потому, что генетически так запрограммировано, что некоторые, может быть, продукты питания из того рациона для тебя привычные, они для тебя не являются полезными. Для кого-то это действительно можно включать и не только в рацион питания, но и вообще каждодневно. Это приносит пользу для организма, а для кого-то категорически нет. Поэтому идет то, что происходит с возрастом. И прибавка массы тела иногда катастрофическая порой. И, как правило, человек говорит, что я ем столько же, даже, может быть, еще меньше. Ну, иногда доктора не верят в это. Можно делать такое вот исключение из правил. Есть люди, которые действительно говорят, что едят мало, на самом деле они просто не осознают, что они съедают больше. А есть те, которые действительно это оправдывают. Нужно понимать, что происходит с возрастом. Поскольку с возрастом происходит снижение, катастрофическое снижение, у женщин более явно это выражено, это можно отследить, снижение половых гормонов. Это гормоны, которые вырабатывают половые железы. Ну, чаще всего они известны под названиями эстрогены, прогестерон. У женщины есть также и тестостерон. Почему-то его относят только к мужским гормонам. Сейчас уже так не делят в научном сообществе эндокринологов на мужские и женские гормоны. Но каких-то в женском организме больше, каких-то в мужском больше, соответственно. Поэтому когда это можно увидеть, услышать? У женщины проще, потому что у нее это все сопряжено с возможностями ее репродуктивной системы. То есть репродуктивный потенциал, насколько он у нее генетически заложен. Заложен еще внутриутробно в организме мамы, когда формируется женский пол, уже закладывается вот этот стратегический запас в яичниках тех клеток, которые по большому счету дают жизнь. И сейчас мы точно знаем, что в возрасте 35-37 лет у женщины начинается снижение первого полового гормона прогестерона. Его условно всегда называли гормоном материнства. Сейчас масса открыта таких тайн о прогестероне, которые заставляют обратить внимание на него и понять, что прогестерон нужен во все периоды жизни. Он дает такой вот защитный эффект для когнитивной функции мозга в первую очередь. То есть это память. А все стремятся не просто к долголетию. Мы же говорим об активном долголетии. Оно может быть не только профессиональное, а вообще активное долголетие. Но оно должно быть активным. Следовательно, мы должны поддержать ткань мозга в том состоянии, в котором она была в 20 лет. Все, что касается вообще статуса гормонального. Вот какой должен быть уровень гормонов половых для качества жизни. Если задуматься, то для качества жизни вообще уровень половых гормонов должен соответствовать возрасту 20-25 лет. Когда самый пик. Поэтому такая пресловутая, когда-то кажущаяся для нас закрытой, гормональная терапия. Есть масса сторонников ее, масса противников. Да, да, да. Причем, которые просто гормонофобов жутких, которые боятся, ничего не понимая в регуляции эндокринной системы. Безусловно, есть те женщины и мужчины, которым она в силу их уже имеющихся заболеваний категорически противопоказана. Но есть масса других пунктов антиэйджинговой стратегии, которые им дадут качество жизни. И это очевидно. Потому что один из пунктов ее, гормональная терапия, она включена, просто вот такую вот стратегию антивозрастную, только и всего. Но нужно просто знать и умело ею распоряжаться. Поэтому вот первое снижение половых гормонов идет в возрасте 35-37 лет. Именно в этот период жизни многим женщинам уже иногда затруднительно стать мамами. И они это понимают и начинают идти не столько интуитивно, а столько по требованию к врачу. Совсем за другим. Опять-таки за материнством. Радует, когда это второе, третье материнство. А когда это первое, меня как специалиста, который занимается проблемами пары супружеской и пар, который сталкивается с проблемами бесплодия в паре, это очень огорчает, потому что женщине прийти в 37-40 лет первый раз захотеть стать мамой, это очень уже тревожно, потому что, как правило, при обследовании очень редко встречается абсолютно нормальный сбалансированный организм. Вы не случайно вспомнили про эти стрессы. Что основной постулат вообще в любой поддержании иммунитета и в антиэйджинговой стратегии? В первую очередь, нормальный полноценный сон, как правило. Почему сон? Потому что вся система эндокринная и не просто отдыхает. Многие гормоны образуются во сне. И есть тот гормон, который все считают гормоном сна. Это гормон мелатонин. Сейчас его уже не рассматривают только как гормон сна. И вот на Конгрессе было очень много докладов, посвященных мелатонину. В частности, могу с гордостью сказать, что профессор Анисимов – это человек, который написал все трактаты по мелатонину. Они очень цитируются за рубежом. Он тоже выступал на Конгрессе. В свое время он, наверное, лет 10 назад приезжал в наш край однократно. Это было очень интересно его выступление. Тогда только-только занавес приоткрывали по мелатонину. Только-только. Как гормон, который помогает хорошо адаптироваться в перелетах. Александра Григорьевна, давайте сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о том, как сохранить красоту и долголетие. Александра Григорьевна, мы остановились на вопросе о мелатонине, о его волшебных свойствах. Давайте продолжим этот разговор. Да, больше всего с гордостью хочется сказать о исследованиях наших отечественных ученых. В частности, профессора Анисимова, который и изучал в лаборатории Института геронтологии, которым он возглавлял действия мелатонина. Мелатонин – это тот гормон, который вырабатывается в шишковидной железе. Это отдел головного мозга, это крохотная железа, которая отвечает, как нам раньше казалось, мелатонин отвечает и регулирует сон. Основной пик его с 23 часов до 2 часов ночи. Поэтому основные такие рекомендации по правильному, полезному, я бы сказала, сну – это засыпание до 23 часов. Это идеальный вариант, когда организм засыпает на пике мелатонина, поэтому он погружается в тот глубокий сон, который дает макроорганизму перенастроиться, сбалансироваться, если вдруг произошла какая-то разбалансировка, и, собственно говоря, выжить в этом мире, в мире стрессов, не только приятных, которые иногда обрушиваются в разные периоды жизни на человека. Но, кроме того, по функции мелатонина открыто уже многое при его изучении. Это еще мощный такой геропротекторный эффект, то есть эффект антивозрастной и антиканцерогенный эффект. Ну, наверное, не случайно исследования доказывают, что у людей, которые работают в ночные смены, по статистике у них выше процент онкологических заболеваний любой локализации. Поэтому стоит задуматься для тех, кто приходит к определенному периоду жизни и понимает, что у него остаются ночные смены бесконечные, когда организм в постоянном стрессе пребывает и не может сбалансировать так, как природа его создала, по сути говоря. В молодом периоде жизни это еще организм выживает. Он пытается сбалансировать, добрать, как правило, тот же сон днем. Еще и резервы есть. Да, резервы есть, да. Поэтому все, что касается понимания вообще гармонии системы эндокринной, это самое простое. Начинать со сна полноценного глубокого. Он может быть и в 6 часов. Каждому индивидуально. Но не случайно многие уезжают на природу и говорят, «Боже мой, я 2 часа поспал, и все, такое впечатление, как будто я сутки спал». Это еще раз говорит о том, насколько полноценный сон. Вы задали вопрос, когда стоит обращаться, да, что нужно слышать первое. В организме, конечно, много сигнальных систем, которые нам говорят о том, что что-то происходит не так. Не тогда, когда катастрофа, и нужно набирать цифру 0,3, а когда только самое начало. Это вот такая вот дисгармония в организме происходит. Для женщины это очень мощный показатель, опять-таки возвращаясь к нарушениям ритма сна, как правило. Далее, если женщина видит, что что-то происходит с весом, колебания катастрофические. Плюс-минус 5-10 кг легко у нее постоянно в течение месяца, двух происходит. Это тоже говорит о том, что что-то происходит с метаболизмом, то есть с обменом веществ. Все, что касается, может быть, Приморского края, на чем хотелось бы так вот акцентировать внимание, в первую очередь на функции щитовидной железы. Поскольку наш край, как ни странно это звучит, край, который богат морепродуктами, морской капустой, потому что у большинства ассоциации с морской капустой – это йод. Это йод. Должно быть много йода. Да. А щитовидная железа, она функционирует благодаря тому, что вырабатывает гормон тироксин, который регулирует весь организм, все системы, всю эндокринную систему. Тироксин не может вырабатываться без йода. Поэтому в организм должен поступать этот микроэлемент. Что происходит у нас в крае? К сожалению, к большому. Масса есть факторов, которые влияют на вот это усвоение йода щитовидной железой. Поэтому у нас в крае достаточно большой процент заболеваний щитовидной железы. Как доброкачественных, так и не очень доброкачественных, которые иногда заставляют удалять хирургов щитовидную железу. Поэтому в самом начале, когда вы видите, что вы утром встали уставшая, что у вас меняется настроение постоянно, что у вас тут колебания массы тела бесконечные. Ну и уже я не говорю о женской красоте, которую женщина не может не замечать. Сухая кожа, сухие локти. Вот все так сухо происходит. Это то, о чем сигналит щитовидная железа. Она как своеобразный щит для организма. Если щит хороший, доброкачественный, то весь организм защищен. Как только в этом щите начинает что-то происходить не так, он чуть-чуть как бы так заржавел, или что-то там какие-то трещины появились в нем. Все, весь организм начинает разбалансироваться. Поскольку щитовидную железу еще можно образно назвать таким своеобразным барометром в организме. То есть барометром погоды в твоем организме, здоровья твоего. Если этот барометр начинает уже барахлить, и мы это видим, что происходит с другими вообще звеньями эндокринной системы. Основные женские гормоны, половые, которые начинают физиологические. Я хочу это подчеркнуть. В возрасте 37-38 лет это физиология женского организма. Здесь даже можно сказать такой онкопротективный эффект того, что снижается уровень половых гормонов. То есть это значит снижаются риски онкологических заболеваний таких активных органов женских, как гонады, яичники. Поэтому 37-38 годам снижается уровень прогестерона закономерно. А если женщина только к этому возрасту дозревает стать мамой, она попадает вот как раз вот в этот такой неблагоприятный период, когда уже физиология возраста ей это не дает сразу сделать. Но, наверное, говорить о том возрасте нельзя не упомянуть более молодой возраст. И наверняка вас не может не интересовать то, что происходит со здоровьем молодых девушек. Безусловно, конечно. Тем более сегодня все говорят о том, что одной из важных проблем является тот факт, что девушки молодые и могут забеременеть. Да, они это впоследствии делают, но путем каких-то медицинских вмешательств. И это очень странно, потому что, собственно, это дедородный возраст. Вы знаете, для меня вообще это такая профессиональная боль, потому что то, что я сейчас вижу в популяции, и то, что заставляет просто за голову схватиться специалистов, которые в этой проблеме очень давно они и занимаются, и имеют опыт более 30 лет ведения пар, могу сказать из своего личного опыта профессионального, 30 лет назад у меня были единичные пациенты, которые сталкивались с этими проблемами до 30 лет. Их практически не было. А сейчас это основная когорта пациентов. Конечно, в мире созданы высокие технологии. Все, что касается вспомогательных, репродуктивных технологий, как чудом света, это, конечно, по-другому назвать уже нельзя. И уже ушел основоположник этого метода. Это и Нобелевский лауреат. Конечно, мы понимаем, что да, есть технология, но процент успешности в этой технологии, он имеет абсолютно свой. В мире одинаков практически максимум 45%. Есть некоторые виды вспомогательных, репродуктивных технологий, в частности, криопротоколы так называемые, когда сначала эмбрион методом витрификации замораживается, а затем уже переносится в материнский организм. В этих протоколах удалось добиться репродуктологов несколько выше процента. А вот в того, что приближается к естественному такому процессу, к сожалению, больше 43-45% не дают лаборатории. Кто дает больше, это лукавство, конечно. И параллельно с данным Конгрессом по антивозрастной медицине чуть раньше проходил Конгресс репродуктологов России, он проводится ежегодно, где практически мы видим цифры, что происходит во всех лабораториях России, которые занимаются уже такими технологиями. Их становится, наверное, вас не может это не удивлять, что их становится все больше, больше и больше. Значит, есть потребность в открытии таких лабораторий. Что касается репродуктивного потенциала, причем как мальчиков, как девочек, вернее, так и мальчиков. У нас незаслуженно вообще тема мужская как-то так, она всегда выпускается. На самом деле влияние на вот тот данный от мамы, от папы, репродуктивный потенциал, который тебе дали, твое вот это генеалогическое дерево, ты продолжаешь, и этот репродуктивный потенциал, он настолько снизился. И мы сейчас говорим, что есть уже те показатели, которые мы можем делать, определять и делать выводы, что нужно делать, карьеру сейчас до 30 лет, или все-таки неизбежно нужно отодвинуть вот эти мысли о карьере, и нужно стать мамой, потому что потом, либо это будет только через вот такие технологии, либо вообще будет крайне сложно. Может даже не получаться вообще. Поэтому есть определенные уровни гормона, того же антимюллерового гормона. Это тот гормон, который определяет запас тех фолликулов, которые внутриутробно заложились. И по определенному периоду жизни вот этот запас есть. Примерно такой, такой, такой. Все, что меньше единицы по антимюллеровому гормону, это уже катастрофа, как правило. Поэтому зачастую это бывает как находка. Иногда ни о чем организм не сигналит, никак это не проявляется той катастрофой, которая прям вот должна быть из экстренного обращения к врачу. Как правило, в молодом периоде жизни на такие мелочи никто не обращает внимания. Поэтому репродуктивный потенциал снизился от массы причин. Есть масса факторов, и не случайно мы упомянули гормональную терапию в антивозрастной стратегии. Вот слово гормональную терапию все очень страшно пугаются, считают, что она очень вредна, опасаются. А вот не задумываются над тем, сколько ксеногормонов из внешней среды, и с продуктами питания, и с водой мы можем получать ежедневно. В частности, ксеноэстрогены. Их масса в некоторых продуктах животного происхождения, то есть то, что мы получаем на стул в виде мяса, может быть просто-напросто вскормлено гормональными препаратами. И организм постоянно это получает. Это похлеще любой гормональной терапии, неправильно назначенной. Здесь вот нужно оговориться, что с пониманием в умелых руках и голове у доктора, если он понимает, кому что и сколько, терапия – это делает чудеса. Но ведь не случайно всех всегда поражает, когда люди вдруг выбираются в путешествие в Европу, видят очень активных женщин и мужчин элегантного возраста, никак не могут понять, ну что это такое. Это только какая-то эстетическая стратегия, эстетическая косметология. Да нет, конечно, это не только преображение внешнее. Это вот тот тонус жизненный, который держится внутри. А это функционирование эндокринной системы, которая без правильно подобранной гормональной терапии невозможна. Да и потом хотелось бы добавить, что да, эстетическая хирургия сегодня очень развита, но тем не менее мы все прекрасно видим некоторых знаменитостей у нас перед глазами. И когда ты видишь, что там не хватает генетики или здоровья, вероятно, то делает эти пластические операции недели, хоть каждые две недели. Но тем не менее результата нет. Нам, к сожалению, уже пора заканчивать. Тема очень обширная. Я думаю, что вы еще к нам придете, обязательно поговорим и ответьте на наши вопросы. А также у меня есть последний вопрос для вас сегодня. Вот вы дали согласие возглавить отделение Национальной Академии Активного Долголетия. Расскажите немного о ней. Я так понимаю, туда можно обратиться как раз за помощью, о которой мы сегодня говорили. Вы знаете, это действительно создание на территории России такой организации, Национальная Академия Активного Долголетия. Она такая, это стратегия, которая не может не затронуть любого человека. Основное, что хотелось бы принести в край, это в первую очередь обучение врачей, понимание к тому, что нужно подходить очень целостно, к тому, чтобы помочь организму. И в возрасте, пусть это будет возраст 40 лет, 50 и далее, нужно просто понимать, что такое антивозрастная стратегия. Для этого врач, к которому обращаются, он должен сам это понимать. И основное обучение это для врачей и, конечно же, для тех, кто следит за тем, что происходит у нас в городе. Мы уже независимо от того, до создания подобной организации, у нас было такое направление. В октябре месяце мы всегда проводим декаду «Хрустальная осень Приморья». Это охрана здоровья женщин и мужчин после 40, где всегда приглашаем на такие вот мини-лектории определенной возрастной группы. А если это молодые люди, я всегда им говорю, у вас есть еще возможность сберечь здоровье ваших самых близких, мам, пап, бабушек, дедушек. Вы им эту стратегию принесете. Поэтому мы будем проводить обязательно эту декаду. Она, как правило, проходит с 10 по 20 октября. Вот в этот период. И, конечно, обязательно будут встречи и с людьми, которые стремительно хотят быть, вот, и прожить вот эту формулу 120 и 80. И, конечно, в первую очередь с врачами, которые откликнулись уже на это и сами изучают вот тот достаточно интересное направление, которое основывается на очень глубинных знаниях изучения эндокринной системы как женского, так и мужского организма. Александра Григорьевна, спасибо вам огромное за разговор. Было очень интересно. Еще раз повторюсь, что ждем вас еще к нам в гости сюда на программу «Время говорить». Спасибо, что пришли к нам. Спасибо вам. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин